Всем добрый день. Добрый вечер даже, я бы сказала. Я рада вас всех сегодня приветствовать. Меня зовут Русакова Анна, и сегодня я промодерирую для вас нашу встречу со стороны акселератора Free. Пару минут мы подождем, чтобы подключились все участники, кто планировал подключиться к нам. Конечно, мы планировали встретиться с вами сегодня в режиме офлайн и увидеть вас вживую. Но, к сожалению или к счастью, обстоятельства складываются так, что мы сможем сегодня поговорить с вами только онлайн. Но я надеюсь, что это не помешает нам передать вам полезный и интересный контент, а вам поучаствовать в мероприятии, кто, может быть, не имел возможности доехать до нас вживую. Итак, я напомню, мы находимся на метапе, посвященном корпоративному трекингу или методологии развития продуктов и точек роста компании. Меня зовут Русакова Анна, и сегодня от акселератора Free мы проведем этот метап для вас. Расскажем, с чем сталкиваются корпорации при развитии инноваций, зачем корпоративный трекинг, как методологию используют корпорации, какую пользу, какие задачи решает этот инструмент и как помогает развивать новые продукты. Еще минутку-две подождем, как все подключатся, и сможем начать. Пока я расскажу вам, из чего будет состоять наша встреча, наш вебинар сегодня. Сегодня мы поговорим с руководителем направления инноваций в корпорациях с Ириной Тарасовой. Как раз разберем вопрос, как корпорации развивают инновации, внедряют новые продукты, еще точки роста, с какими сложностями сталкиваются, и как трекинг может помочь при работе с корпорациями. У нас будет возможность пообщаться с одним из выпускников школы трекинга, которому вы в режиме реального времени сами сможете задать вопрос о том, насколько этот курс был для него полезен, что нового, как в инструменте, для себя подчеркну. И в завершении сегодняшней встречи мы поговорим с руководителем направления продуктовой акселерации Free, с руководителем трекинга в акселераторе Дмитрием Губкиным, и у вас будет уникальная возможность попробовать пройти через диагностику. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что в случае, если вы являетесь такой командой и хотите провести этот вебинар с максимальной пользой, то обязательно в ближайшее время в чате напишите нам о том, что вы готовы рассказать свой кейс, будь то просто кейс корпоративного развития продукта, будете вы командой и частью корпорации, неважно, напишите для того, чтобы мы смогли связаться с вами, и чтобы Дима смог провести эту диагностику с вами здесь в прямом эфире, чтобы вы сами смогли посмотреть, что это за инструмент и какую выгоду он может принести. Ну что ж, время три минуты, я думаю, что мы можем начать наш вебинар непосредственно и продолжить, передам слово следующему спикеру. И, как я уже говорила, первой выступит Ирина Тарасова, это руководитель направления корпоративных инноваций, с кем мы поговорим о том, зачем корпорации развивают инновации и новые продукты. Ира, тебе слово. Да, Аня, спасибо большое. Коллеги, всем привет, всем добрый вечер. Нас с вами еще пока что маловато. Я надеюсь, это связано с тем, что кто-то расстроился, что не смог дойти к нам физически в офис. Но, друзья, несмотря на все ограничения и болезни, я уверена, что мы с вами еще обязательно встретимся, не один раз. А те, кто придут к нам на школу, мы точно встретимся очно. И это первое. И второе, это то, что я надеюсь, что те, кто вдруг не смог провести этот прекрасный жаркий вечер в ожидании грозы с нами, тот послушает и посмотрит нас в записи. Ну, а сейчас давайте попробуем поговорить о том, зачем же, что такое корпоративный трекинг, зачем он нужен вообще корпорациям как таковым, и что с этим вообще всем делать. Давайте сначала познакомимся. Меня действительно зовут Ирина Тарасова. В Афри я работаю уже порядка шести лет, и за это время мы развили большую практику в части корпоративных инноваций. То есть наша команда помогает крупному бизнесу, это в основном топ-500 российских и международных корпораций, представленных в России, интегрировать лучшие инновационные решения с рынка, либо развивать внутренние инновации и сотрудников. Мы также активно работаем и общаемся с коллегами из стран СНГ, это Казахстан, Белоруссия, поэтому если вдруг вы оттуда, мы тоже там бываем и тоже там полезны. Что хочется прежде всего, наверное, спросить у вас. Скажите, пожалуйста, кто вы и зачем вы здесь? Вот напишите, пожалуйста, в чат, для того, чтобы я могла прочитать и понять ваш запрос. Хочу обратить особое внимание, друзья, это то, что все-таки мы сегодня говорим по теме корпоративного трекинга. Если вы стартап, это тоже может отчасти быть вам, конечно же, полезно, но тем не менее, в первую очередь наш акцент сегодня на применении методологии трекинга именно в корпорациях и для корпоративных проектов. Поэтому, друзья, давайте познакомимся, есть ли среди нас люди из корпораций, и зачем вы здесь, то есть с чем вы хотели бы уйти, что для вас был бы хорошим результатом. Напишите, пожалуйста. Какие-то вы сегодня все робкие. Давайте попробуем поактивнее. Вот. Спасибо. Дмитрий Воротников, руководитель трекинга в «Газпромнефти». Спасибо. Дим, мы тоже скучаем, но кажется, мы регулярно видимся. Жаль, что неочно, но в Петербурге, мне кажется, это было бы сложнее, было бы, что приехать из Петербурга, а тут все закрыто, а Москва вся закрылась. Друзья, кто-нибудь еще присоединится, к примеру, Дмитрия? Коллеги, будет лучше, если вы напишите все-таки, кто вы и зачем. Можете просто написать, зачем вы здесь, чтобы мой контент был более адаптирован. Герман, работаю операционным директором экституционных программ, интересуюсь пилотами у корпоративных партнеров. Спасибо, Герман. Отчасти про это поговорим, но лишь совсем чуть-чуть. Мы сегодня поговорим про цели и задачи, а уже разбирать основные инструменты и применение трекинга, мы, конечно же, делаем это уже непосредственно на школе. Кто последует к примеру Дмитрия и Германа? Хочется с вами все-таки познакомиться, хотя бы еще пара-тройка человек, чтобы понять, что за аудитория сегодня с нами. Ничего страшного, я так, собственно, и поняла. Так, коллеги, вот вас довольно много среди участников. Вероника, Егор, Евгений, Ирина, Владимир, Артем. Артем Лебедев, ну, не Артемий, да, надеюсь. Коллеги. Ну что же, давайте я вас не буду мучить. Кажется, что большая часть из вас настроена все-таки послушать нас, но в меньшей степени рассказывать о себе. Ну, давайте будем с этим как-то жить и работать. Окей. Давайте поговорим о том, что вообще сейчас происходит с крупным бизнесом. Вот чат нам нужен для того, чтобы общаться. Мне хотелось бы, вот, не хотите рассказывать про себя, как вы считаете, что, какая вообще сейчас ситуация с бизнесом? Вот именно в части его поиска точек роста и развития. Сейчас мы говорим про Россию, не про мир в целом, про Россию, про такой сегмент именно корпораций, то есть те, кто представлены на МЭФе были недавно и просто возглавляют списки, рейтинги, там, Forbes, РБК. Да, спасибо, Глеб. Что происходит сейчас с крупным бизнесом, друзья? Как вы это видите? Вот вы зачем-то пришли на школу корпоративного трекинга, поэтому, если вы работаете в корпорации, как вы видите, что сейчас происходит в них? Как продавать идею стейк-колдерам о необходимости изменений? Да, спасибо. Мы как раз на школе про это говорим довольно много. Так. Старые парадигмы перестают быть эффективными, коммуникация усложняется, надо быть быстрее. А главное, понимать, куда бежать. Правда, Дмитрий? Потому что можно, как в Алисе в Стране Чудес, просто бежать, но вдруг не туда. Так, коллеги, кто-то еще поделится своим видением? Вот те, кто из корпораций, что у вас сейчас там внутри происходит? То, что в отдельных корпорациях меняется топ-менеджмент почему-то? То, что сейчас много новых стратегий, я про это поговорю чуть дальше. Коллеги. Руководство не осознает проблемы. Глеб, а распишите, пожалуйста, расскажите, что вы видите под словом «проблема». Проблема, что там, из серии «Корпорация разорится через 2-3 года, и все останутся без работы, включая топ-менеджмент?» Или, не знаю, будут, резко упадут объемы продаж? Или конкуренты отожрут, не знаю, какой-нибудь вкусный сегмент рынка? Что в данном случае проблема? Коллеги, очень-очень интересно ваше мнение, потому что у нас уже есть какое-то свое, мы обязательно им поделимся, но хочется все-таки понимать больше вас, ваше видение, ваш запрос. Я еще пару минут подожду, наверное, минутку, а потом начну говорить, потому что вас что-то сегодня раскачать довольно сложно. Коллеги. Ну что же, кажется, сегодня у нас не самый активный час. Мне кажется, это гроза тому виной. Вот кто в Москве, точно гроза очень сильно давит на голову и хочется немножко спать, поэтому давайте будем просыпаться, потому что тема важная и интересная. Поговорим про проблемы. На самом деле, сегодня крупный бизнес, как таковой, сталкивается с целым рядом проблем. То есть, ну, одна из важнейших проблем, которую мы видим в части именно своего консалтинга по теме инновации, это то, что бизнес в целом исчерпал возможности быстрого роста. То есть, неважно, в какой отрасли вы работаете, очень сложно найти какой-то там продукт или услугу, что-то такое изобрести, что дало бы тебе там прям резкий скачок, сумасшедшую маржинальность. Мы видим, что коллеги там и в ритейле, и в телекоме жалуются на то, что они работают на низкой маржинальности, на то, что существующие бизнес-модели устаревают, и клиенты становятся более, скажем, требовательными, поэтому приходится постоянно изобретать новые продукты и услуги. Также один из тех трендов, которые мы видим сегодня, это то, что ведь что было там еще несколько лет назад на нашей с вами памяти? Была конкуренция в основном внутри отраслей, да, там телеком с телекомом, банки с банками, не знаю, ритейл с ритейлом. Сейчас мы видим совершенно другую историю. Мы видим, что существует уже конкуренция экосистем. Это когда крупный игрок говорит о том, что я не хочу зарабатывать только на своем традиционном классическом рынке, я хочу зарабатывать дополнительно, я хочу выходить на новые рынки, я хочу получать новые клиентские сегменты, я хочу закрывать новые клиентские потребности. Это значит, что вот я теперь не просто банк или не просто поисковая система, а я вот целый спектр услуг вам предлагаю и, может быть, делать довольно неплохо. Что это значит? Это значит, что бизнес давит не просто история, что они сами не могут быстро расти, а их давят как их текущие классические конкуренты, так и те конкуренты, которые еще там пару лет назад таковыми не являлись. Это второй важный тренд, который мы видим. Третья история. Благодаря диджитализации, благодаря тому, что интернет становится там все более и более доступен, а пандемия это еще и подстегнула, мы видим, что у покупателей очень сильно и быстро меняются потребительские предпочтения. То есть что это значит? Это значит, что только вы привыкли продавать в одной бизнес-модели один продукт, бац, что-то пошло не так. А всего-навсего покупателю там что-то стало неудобно, некомфортно, не знаю, появилась новая мода, не знаю, появился какой-то новый тренд и все. И, собственно, ваш продукт или там ваш канал дистрибуции стал неэффективным. Это говорит о том, что там упали продажи, все плохо с бизнесом. Ну и, конечно, важный момент – это то, что технологии. То есть сегодня мы в части люди, которые работают в венчуре, в инновациях, мы видим постоянно, что запускаются все новые и новые стартапы. Несмотря на то, что там российский рынок может быть там немножко отстающий, но тем не менее мы все равно интегрированы уже в мировую экосистему, и мы видим даже, как российские успешные технологические стартапы поднимают инновации, поднимают раунды, получают инвестиции, в том числе от мировых фондов, уходят на акселерацию и в международные программы, и выходят работать на мир. В том числе мы видим большую историю уже внутрироссийских поглощений. Это говорит о том, что сегодня бизнес стал понимать, что цифровизация – это не просто мода, не просто хайп, это уже дань времени, это уже такой нормальный инструмент, который позволяет не просто там выживать или расти, а это просто уже такая цифровая гигиена. Поэтому сегодня там никого не удивишь историей про то, как вы работаете с клиентскими данными, а не знаю, как настроен ваш маркетинг – все это уже наша с вами текущая реальность. К чему я это говорю? Посмотрите, пожалуйста, я вот специально для вас сделала такую подборку выжимок из целей и стратегии корпораций. Вот их тут, ну, на один слайд хотелось все поместить, то есть я взяла Ростелеком, Сбер, Х5, МТС, Почту России. Как вы думаете, что здесь общего? Вот какой паттерн можно здесь увидеть, коллеги? Если напишите мне в чат, буду прямо очень признательна. Что вы здесь видите, как картинку вообще? Вот несколько образцов стратегий и выжимки оттуда. То есть что бизнес заявляет о том, что он хочет делать? Кто? Кто самый быстрый? Цифровые продукты. Дмитрий, спасибо. Еще что-то? Еще будут версии? Все достигают своих целей с помощью цифровых продуктов. Доля рынка. Да, Глеб, спасибо. Спасибо, Полина. Увеличить долю присутствия. Да, Лесь, спасибо большое. Еще один слайд. Это немножечко, мне кажется, устаревшая картинка по поводу карты крупнейших российских экосистем. Я уверена, что даже если это было там, я не смогла найти, в каком году она была сделана. По-моему, в конце 20-го. Но могу ошибаться, она там в разных была источниках. Я думаю, что в части экосистемы Сбера здесь сильно много добавилось. Здесь скорее не на точность информации, а на то, чтобы показать вам, как вообще выглядит сейчас экосистема. Что это значит? Это значит, что крупнейшие российские игроки удовлетворяют наши с вами потребности в самых разных областях. Это значит, что они не просто зарабатывают только на... Используя там, храня и приумножая наши деньги или давая нам кредиты, но еще в самых-самых разных наших жизненных областях. И это не только российский тренд, друзья мои. Потому что... Вот пример компании Walmart. Да, специально не взяла Amazon, потому что, мне кажется, Amazon уже такая избитая тема, да, и уже даже не очень интересно. Все, Amazon и Amazon. Вот. Walmart. На самом деле Walmart довольно активно конкурирует с Amazon в части e-commerce. И если посмотреть на экосистему Walmart, как одного из крупнейших мировых ритейлеров, то мы видим с вами прекрасно, что они тоже пытаются зарабатывать не только на продаже продуктов, не только на каких-то потребительских товарах, а еще много на каких сервисах. И вот вы видите о том, что в 2020 году, вот здесь данные на третий квартал, аж на 80% увеличилась там e-commerce выручка. И в целом это там почти 10% прогноза на год от вообще общей выручки компаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле, несмотря на то, что, казалось бы, там Walmart далеко от нас, но тем не менее мировые тренды, они в том числе распространяются и на Россию. Мы тоже с вами фактически живем в таких же условиях конкуренции. О чем это говорит? Это говорит о том, что действительно, друзья, и спасибо за ваши подсказки в чате, что большинство из того, что мы сейчас с вами видим в стратегиях крупнейших российских корпораций, связано с тем, что они хотят либо запускать новые цифровые продукты, либо расти, увеличивать там долю выручки или наращивать свое присутствие в том или ином привлекательном для себя клиентском сегменте. И это проблема. Как вы думаете, почему? Подскажите мне, пожалуйста, снова в чат, потому что у меня есть следующий слайд с тем, как это видим мы, но я очень хочу узнать и услышать ваше мнение. Почему, как вы считаете, это может быть достаточно проблематично для российских корпораций с тем, что стратегия, все красиво написано и все хорошо, но есть нюанс. Ваше мнение, коллеги? И пока вы пишете свое мнение, напоминаю, пожалуйста, те, кто хочет, чтобы Дмитрий Губкин в финале нашего сегодняшнего мероприятия разобрал его какой-то корпоративный продукт или проект или просто бизнес-кейс, пожалуйста, напишите прямо в чат, напишите лично Дмитрию, не упускайте свой шанс, это довольно полезная штука. Так, Дмитрий Куняшев из ленты пишет, мало ресурсов и специалистов. Спасибо, Дмитрий Воротников. Недостаток компетенции, недостаток гибкости оргструктуры. Чувствую, вы знаете, о чем говорите, коллеги. Еще мнение, друзья. Может быть, кто-то еще присоединится и поделится своим мнением. Есть ли сегодня с нами еще корпораты, которые тоже понимают, что не все стратегии так легко реализуемы? Ну, хорошо, коллеги, не буду вас мучить. Дописывайте, пожалуйста, в чат, те, кто не успел. И давайте пойдем дальше по слайдам. На самом деле, здесь мы говорим о том, что есть разрыв, да, так называемый стратегический разрыв, когда между хорошо продуманной и хорошо написанной, сформулированной стратегией и тактикой, которую реализуют уже менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники, есть тот самый гэп, да, есть разрыв. Что это значит? Это значит, что, в первых, конечно же, это вот вопрос компетенции. Вопрос компетенции и уровня, там, осознания проблематики. Потому что одно дело – это вижен топ-менеджмента, а другое дело – это уже понятное операционное исполнение на уровне медлов и рядовых сотрудников. Все мы знаем с вами старую историю, там, про сломанный телефон или про то, что если игра такая, да, скажи одно слово в начале какой-нибудь цепочки, и потом на ушко начинай шептать, и примерно через 15 или там на 20-м человеке ты поймешь, что говорим уже совсем про что-то другое. И вот на самом деле история про вот это вот преломление стратегии и воплощение ее в реальной операционной деятельности, она тоже имеет такую же проблему. Одну из следующих проблем, которые мы видим, это то, что все говорят о том, что нам нужны цифровые сервисы, нам нужны цифровые продукты. Но на самом деле большинство корпораций не умеют реально создавать востребованные, неважно, цифровые или другие продукты, потому что, будучи большой, серьезной машиной, очень сложно спуститься вот до того самого конечного клиента, особенно если ты там работаешь с B2C, и понять, а что же у него на самом деле болит, да, и что будет для него являться там решением той самой его проблемы, и что будет являться его ценностью для него. Это, правда, боль, там, наверное, каждой первой корпорации, и те, кто ее осознают, уже довольно успешно с этим работают. И как раз вот на школе корпоративного трекинга мы много про это, очень много про это говорим и разбираем в том числе много корпоративных кейсов, как эту штуку починить. Следующая проблема, которую мы видим, это проектное мышление вместо продуктового подхода. Коллеги, а кто может рассказать или там поделиться, что я имею в виду? Мы там, мы иногда с коллегами спорим, да, что на самом деле проект это в том числе способ реализации и способ создания продукта, это действительно так. Но, тем не менее, чем отличается проектное мышление от продуктового подхода? Кто подскажет? Кто из тех немногих активных сегодня коллег в нашем чате? Кто может сказать? Я потом дам свой вариант. Надеюсь, вы сочтет его правильно. Продукт по результатам, проект по процессам, да, Глеб, отчасти да, но есть еще некоторые нюансы. Продуктовый направлен на пользователя, проектный конечный, продуктовый постоянный. Спасибо за ваше мнение. На самом деле, смотрите, когда мы говорим про проект, есть такой классический проектный треугольник. У проекта есть бюджет, у проекта есть срок, и у проекта есть качество, с которым он должен быть выполнен. И что бы там ни случилось, гроза, гром, не знаю, катаклизмы, пандемия, но проект должен быть выполнен. Идеально с тем бюджетом, который был запланирован, с нужным качеством и в планируемые сроки. Продукт — это история, когда мы понимаем о том, что мы создаем что-то, что нужно понятному конкретному клиенту или клиентскому сегменту, и что решает его проблему и дают ему некоторую ценность. И если вначале наша гипотеза продукта, которая у нас была, не решает все эти задачки, то, возможно, этот продукт не нужно создавать. Поэтому вот история, когда люди, создавая продукт, применяют к нему проектное мышление, что продукт надо создать в любом случае, во что бы то ни стало, даже если он никому не нужен, и компании на этом потеряют кучу денег на маркетинге, испортят репутацию. Мы знаем такие кейсы на российском рынке. Мне кажется, многие их знают. Кстати, кто знает кейсы самых больших провалов продуктов на рынке, напишите тоже в чат. Вот, потом обсудим. То есть это история про то, что хороший продукт должен быть правда кому-то нужен, понятному клиентскому сегменту, решать его понятную проблему. Если мы подходим к продукту как к проекту, ну, в общем, кто получится историей хороших провалов, напишите в чат. Роскосмос. Как тебе такой Элон Маск? Вместо того, чтобы сосредоточиться на графиках и датах, фокусируемся на цели, на ценности. Продуктовое мышление мы не всегда заранее знаем, как дойдем до цели. Да, спасибо. Непонятно, как в сервисных компаниях реализовать эти решения. Это отдельный рынок. Действительно так, коллеги. Давайте про это поговорим еще отдельно. Нефтесервис. Не знаю. Не знаю историю провала. Может быть, потом расскажете. И еще важный пункт – это отсутствие инструментов и подходов для быстрой проверки гипотез при создании тех самых продуктов. То есть что это значит? Это вот, коллеги, то, что уже писали в самом начале. Действительно, чаще всего корпорация и ее устройство не предполагают возможности отказаться в том числе от создания никому не нужного продукта и сказать об этом честно в глаза топ-менеджмента, не рискуя быть побитым и уволенным. Поэтому вот эта история про то, что стратегия хороша, но на уровне тактики есть свои нюансы, мы тоже ее видим. И, например, на школе корпоративного трекинга очень много про это говорим. Так, как же с этим всем работать, друзья? Давайте сейчас это обсудим. Ну, во-первых, то, что мы сегодня говорим и то, как называется тема нашего мероприятия, это как раз поиск новых точек роста с одной стороны, да, то есть где те деньги, которые где-то зарыты или еще никем не найдены. С другой стороны, это история про оптимизацию костов за счет каких-то понятных, конкретных бизнес-процессов. И здесь можно говорить о том, что стратегия и цели мы можем достичь двумя способами. Первое, это вот в части создания цифровых продуктов, это создавать новые продукты или услуги с понятной ценностью для клиентов, да, обучать сотрудников понятным подходом, методикам, для того, чтобы они правда понимали, чем продукт отличается от проекта и почему не надо создавать продукт, который никому не нужен. А с другой стороны, конечно, это история про использование других инструментов, в том числе там инструментов открытых инноваций, когда нужно найти решение, которое позволит оптимизировать процессы внутри компании. Ну и хорошо бы, когда это все ложится на понятную инфраструктуру. Почти все корпорации сейчас выучили термины песочница, лаборатория или лаба или что-то еще. И это тоже про поиск новых точек роста и про оптимизацию бизнес-процессов. Смотрите, вот конкретные кейсы. Это еще, по-моему, слайд аж от 2018 года. На самом деле, он не сильно потерял сейчас актуальности, потому что для того, чтобы искать как новые точки роста, так и оптимизировать процессы или текущие продукты, есть много разных инструментов. Инструментов, которые касаются как использования открытых инноваций, так и внутренних инноваций. В зависимости от того, какой масштаб и какой уровень скорости вы хотите и какой объем бюджета и усил вы хотите на это потратить, вот, пожалуйста, есть для этого разный инструмент. Двигаемся дальше. Мы сделали такую прелюдию, то есть рассказали проблематику, поняли о том, что у корпораций много проблем, есть разрыв стратегический между стратегией, между целями и между тактикой. А теперь давайте попробуем понять, а как во всем этом деле помогает трекинг и для чего он нужен в корпорации. Именно в части корпоративного сегмента мы обозначаем трекинг как методологию развития бизнеса. Что это значит? Это значит, что вот как раз трекер, трекинг и тот, кто является владельцем носительной методологии и практикой трекинга помогает преодолеть тот самый разрыв между стратегией и тактикой и сфокусироваться на понятном результате, который в конечном итоге можно измерить. И помогает это все сделать человек, который называется трекер. на самом деле понятие трекер возникло еще аж в пятнадцатом году с легкой руки фри, когда мы поняли, что взращиваем или в четырнадцатом, здесь, наверное, я могу наврать, я думаю, в четырнадцатом, когда мы поняли, что российские стартапы, к сожалению, не всегда настолько самостоятельны в штатах и у нас такая культура предпринимательства еще в зачаточном состоянии, поэтому мы стали привлекать экспертов, наставников, которые могли бы не просто давать умные советы, но еще и вместе делать что-то с ребятами руками. И эта механика и этот способ так прижился, что вот трекер, специалист именно в части развития бизнеса, стал очень востребован и популярен на нашем рынке, может быть, потому что нам всегда нужен кто-то с палкой, который будет нас погонять, не знаю, и коуч не всегда с этим справляется, может быть, особенность российского менталитета, потому что это в целом такое российское явление, но тем не менее, если мы говорим про именно опыт в корпорациях, то трекер стал именно тем человеком, который помогает привносить и развивать те самые цифровые продукты и проекты и внедрять инновации как раз в корпоративную среду. Давайте поговорим о том, где может применяться трекинг. Ну, во-первых, как мы уже сейчас говорим, при создании новых продуктов, в том числе цифровых, которые указаны в стратегии большинства корпораций. Вторая история это запуск новых направлений бизнеса и выход на новые рынки. На самом деле похожая тема только вид сбоку, но так или иначе это все связано с созданием чего-то нового, в том числе в условиях высокой неопределенности, если, например, вы строите экосистему и вы никогда еще, не знаю, будучи банком, вы никогда еще не ходили в ритейл или там, не знаю, в телеком, да, и для этого вам нужно понять, как же в этой области двигаться. Мы используем трекеров активно в наших программах корпоративного предпринимательства, которые там мы реализуем во Фреи активно, это, ну, в смысле, эти программы активно набирают популярность вообще во всем рынке, и в том числе трекеры очень много работают и при пилотировании стартапов, интеграции в бизнес, и в продуктовой акселерации, которую как раз, за которую отвечает Дмитрий Губкин, и у которого очень много как раз опыта именно продуктовых кейсов. Кому полезны навыки трекинга в корпорации? Здесь мы постарались обозначить нашу гипотезу о том, кому они полезны. Этот список может там как сужаться, так и расширяться, но вот по предыдущим составу школы корпоративного трекинга мы видим примерно вот такой срез коллег, да, то есть это, с одной стороны, как люди, которые развивают какие-то продукты, с другой стороны, это ребята, которые отвечают за внедрение каких-то инновационных сервисов и решений, да, вообще за цифровизацию или за трансформацию компании, трансформацию бизнеса. И это коллеги, которые работают в консалтинге, да, agile-коучи, стратегические консультанты, вот те, кто так или иначе тоже помогают бизнесу. И, кстати, сегодняшний наш кейс практики, к которому мы там буквально минуту через несколько перейдем, Гай Карпетян, он как раз является стратегическим консультантом, и вот будет интересно понять, а что же он смог почерпнуть из школы трекинга, именно будучи уже таким, ну, опытным человеком, да, который сам работает с корпорацией и приносит им много пользы, ну, что же он смог такого еще, чем он смог себя еще таким обогатить. По поводу знаний, компетенций инструментарий трекера. Мне очень нравится, как на эту тему рассказывает как Дмитрий Губкин, так и Андрей Батрименко на школе трекер, поэтому я здесь просто не мудростого лукава взяла этот слайд из презентации коллег, и те, кто хочет узнать об этом поподробнее, обязательно, конечно, должны прийти на школу для того, чтобы погрузиться в это полностью, получить все материалы, задать кучу вопросов, и чтобы ваша голова, знаете, как устрашила из волшебника изумрудного города распухла, как вот от иголока, от той информации, от той полезной информации, которую вы получите, которую вы потом постепенно, я надеюсь, начнете перерабатывать в навык. И вот все эти инструменты, они, конечно, сильно зависят от той ситуации, в которой вы находитесь, поэтому, если это какая-то история, там, не знаю, про новые продукты и направления, это одни инструменты, если это история про внедрение инноваций, это вторые инструменты, как говорится, кейс-бай-кейс. Вот уже наши коллеги-организаторы подоспели и обещают даже аж скидку. Курс не дешевый, честно скажу, но вот по там отзывам, там, 90 плюс процентов наших выпускников, никто не пожалел об этих инвестициях, а некоторые говорили, господи, где же вы были раньше или почему же мы не пришли к вам раньше, уже бы сильно много, сильно больше заработали, да, поэтому здесь в части возвратности инвестиций, говорят, хорошее. Но об этом надо спрашивать выпускников, поэтому пойдем дальше. Финализируя свою презентацию, хочу сказать, что мы видим на самом деле ценность трекера для корпораций очень во многом, и вот здесь Дмитрий Губкин как раз на школе рассказывает подробно прямо в инструментарии, он прямо спускается до конкретных штук, типа там, как, где повышается конверсия, то есть очень-очень подробно и кастомно. Я бы, я здесь это сформулировала верхний уровень, и хочу лишь сказать то, что на самом деле трекер с одной стороны насаждают методологии, обучают команды, с другой стороны он работает уже с конкретными проектами и продуктами, и он помогает сокращать время, да, вот time to market и time to decision, то есть серии то, на что у корпорации в обычных условиях ушло бы год, да, и она бы потратила кучу денег на содержание команд, на проработку, и в конце концов оказалось, что это никому не нужно, например, да, и проект все равно бы не стартовал, то здесь это можно сделать за несколько месяцев и довольно быстро проверить эту гипотезу довольно дешево. И следующий очень важный момент, это, конечно же, экономия бюджета, потому что время это деньги, да, то есть чем меньше времени вы тратите на то, что не приносит вам новые деньги, тем больше вы экономите, а экономия это, вы можете потратить и инвестировать это время для поиска настоящих точек роста, для поиска настоящих возможностей заработка. Это, конечно же, история всегда про обучение команду и про внедрение методологии, потому что, к сожалению, даже обучившись на школе, вы не имея, например, базовых навыков, вы сразу, наверное, не сможете стать вот таким вот боевым трекером, все равно, как вот летчику, да, не знаю, водителю всегда, все равно нужны часы налета, часы, которые там уже практики, поэтому, но работая в корпорации, вы можете обеспечить себе такие часы, и, например, это можно делать в тандеме уже с опытным трекером, да, просто там повышая свою квалификацию и отрабатывая уже конкретные практические кейсы. Ну, об этом, я думаю, как раз Дмитрий Губкин сможет подробнее рассказать. Это все, что я хотела сказать вам. Отвечу сейчас еще на один вопрос. Чем курс может быть полезен должностному лицу нефтесервисной компании? В целом, интересно, куда применить? Мне кажется, что если вы скажете, как вас зовут и оставите контакты, то наши коллеги свяжутся и, наверное, Евгения, спасибо, и, наверное, чуть глубже продиагностируют ваш запрос, потому что он такой сейчас пока немножко общий, мы не понимаем там ваши цели, ваши задачи, ваш функционал, ваши челленджи, да, вот хотелось бы, конечно, Эльнара, коллеги, там, свяжитесь, пожалуйста, с Евгением, уточните, там, чем это может быть полезно, исходя из ее задачек, вот, спасибо. Я хочу сказать, что те, с кем мы, те, кого заинтересовала эта программа и те, кто останутся с нами дальше, мы обязательно увидимся с вами на Школе Трекеров, которая состоится с 29 июня по 2 июля, и там, вы знаете, мы такие фанаты, каждый раз эту программу немножечко пересобираем, и вот Елизавета Кондрашова, которая возглавляет направление Skills и владеет как раз этим продуктом Школу Трекеров, она каждый раз нам говорит, ребята, угомонитесь уже, вы и так сделали отличный продукт, но мы пока не успокаиваемся, мы не слушаем Лизу, поэтому каждый раз, приходя, вас ждет что-то новое, улучшенное, дополненное на основании обратной связи от предыдущих участников, от наших выпускников, поэтому тех, кого я смогла заинтересовать, пожалуйста, да, спасибо, Лиза, пожалуйста, пишите нам, пишите в чат, пишите, с вами обязательно свяжутся наши коллеги из Skills. И я бы хотела так бесшовно перейти к следующему отзыву как раз человека, который уже обладая опытом работы со стратегией и работы в корпорациях, отучился на школе трекеров, Аня, подскажи, пожалуйста, с нами ли Гай? Да, Ира, спасибо, ты уже упомянула про то, что у нас есть возможность сегодня спросить или, так сказать, собрать обратную связь непосредственно от выпускника школы трекинга. И Гай Карапетян является основателем консалтинговой компании Guy Company. Гай, добрый вечер. Добрый вечер. Я рада предоставить вам слово, может быть, будет лучше, если вы пару слов расскажете в целом про ощущение от школы корпоративного трекинга, который вы закончили совсем недавно, после чего у нас будет возможность задавать вопросы, в том числе обращаясь к участникам, если вам хочется спросить что-то непосредственно у тех людей, кто проходил школу, вы также можете воспользоваться этой возможностью. Проще, конечно, отвечать на вопросы, чем говорить открытое, но окей. Ну, Гай, на самом деле, говоря про вопросы, вот один из главных вопросов, что удалось такого утащить в свою копилку полезного, будучи уже опытным стратегическим консультантом. Наверное, вот коллегам, кто работает в схожей сфере или коучем, это будет интересно и полезно узнать. Окей. Я сейчас отвечу, но тогда все-таки разве же пошла мысль, я ее довершу до конца. Я сейчас тебя слушал, Ира, и ты все там корпоративный, корпоративный, мне такое ощущение, что люди могут неправильно понять, что это только для корпораций и для людей, работающих в корпоративной среде. В принципе, я себя не отношу к корпоратам и, в принципе, я не считаю, что я работаю в корпоративной среде, потому что я пришел со стороны, поработал и ушел. А, в принципе, там очень много личной персональной работы с менеджментом, с отдельными персоналями. И, на самом деле, вот эта вещь, которую я увидел, она имеет широкое применение. Другое дело, что, так как вы его продаете как продукт и вы правильно таргетируетесь на целевую аудиторию, где у вас наибольший рой, и поэтому, да, у вас там идет все на корпоративную среду, но, в целом, это очень интересная штука, которая имеет широкое область применения для разных специалистов разных профессий и для малого бизнеса в том числе, и для, у нас там кто-то из нефтегазового сервиса был тоже в том числе. А что конкретно, Гай? Вот что конкретно? Вот, да, давай, постепенно сейчас придем. У тебя был шикарный слайд, который, в принципе, отвечал на те два момента, за которыми я пришел, но, если совсем упрощать, я пришел скорее не за... Я пришел за трекингом, как за процессом. На самом деле, меня не столько интересовало как именно... Что именно вы делаете внутри этого процесса трекинга? А как вы выстраиваете трекинг как процесс? Потому что... Ну, я свою часть расскажу, потому что в России, смотри, очень тяжело продается чистый консалтинг, у нас просто ментальность другая, мы все стратеги сами для себя. Из-за этого очень хорошо выстреливает обучение, да, бесконечные бизнес-курсы, их все больше и больше и больше и больше, но они начинают тоже иметь такой специфический запах не очень приятный, да, если ты уходишь. Но очень хорошо заходит... Вот искал я, как это обозначить и как это реализовать. Смесь обучения с консалтингом, понимаешь? Оказалось, что вы это давно во фри придумали и организовали. То есть, вы давно пришли к той же мысли, по сути, да, и организовали это в своей среде. По сути, вот давай... Я для себя это назвал, то, что вы делаете продуктовой стратегией. То есть, вы трекаете, создаете при помощи трекинга продуктовую стратегию. А я создаю все, что до нее и, по сути, после нее с точки зрения организационного управления. Но мы же еще на самом деле работаем руками, то есть, когда мы берем и просто берем конкретные продукты, залезаем там, не знаю, с ними копаемся в аналитике, выстраиваем воронки, пишем капе. Это начиналось как со стартапов и заканчивая сейчас вот в корпоративной среде. Мы очень много работаем руками, да, то есть, мы не просто советуем, а мы вместе с командой идем и прямо разбираемся, да, вот можно сказать, делаем это не за команду, но вместе с командой. Ну, в принципе, это и есть смесь консалтинга с обучением, да, и такая история. Вот, и смотри, как бы мы не занимались любым уровнем стратегии, что бы мы не писали там в наших крупных стратегиях любого уровня, в смысле, и большой корпорации, и небольшой компании, на самом деле все упирается в конечном итоге в тот продукт, который ты создашь и предложишь рынку. Вот, ты можешь описаться с аналитикой рынков, глобальными планами про изменения, да, но ты упираешься в продукт так или иначе. И вот, по сути, у меня не было этого знания продуктового, как все-таки вот у тебя вот слайд, там, номер не помню, но у тебя написано, да, разрыв между стратегией, руководством, операционным исполнением, и вот этот затык, он был самый главный, мне не удавалось его закрыть, потому что планов я могу понаписать там уйму, рынков оценить перспективы, выйти уйму, а ты давай-ка, дружище, сделай продукт, да, побыстрее желательно, с минимальными затратами, и покажи хоть какой-то результат. Вот, ну и вот у меня вторая вещь, которая зацепила у тебя, это проектное мышление вместо продуктового подхода, то, что действительно, до этого у меня было четкое мышление проектное, то бишь, окей, нам надо выйти на этот рынок для этой аудитории, создать продукт, и мы реально там загоняли проекты, да, по сути, там, что-то, какая-то крокозябра в конечном итоге выходила, она могла стрельнуть, могла не стрельнуть, а по сути, не было задачи побыстрее убить кучу гипотез, перебрать, и, возможно, вообще ничего не получить, и уйти с этого, с этого рынка, посмотреть альтернативные варианты нашего присутствия. Вот эта штука меня очень тронула, то, что не было в моей практике, да, и, по сути, я сейчас свою работу и своей организацией, да, своего консалтинга перестраиваю на трекинг. Давай это условно сейчас назовем стратегическим трекингом, и вот здесь, что я хочу сказать, присутствующим, мою мысль, попробую сейчас передать основную, смотрите, у нас в любом случае слово трекинг, придуманное во фри, очень классное, оно будет расползаться в разные стороны, там, продуктовый трекинг, я не знаю, проектный трекинг, стратегический трекинг, сейчас возникло у нас новое слово ОКР как трекинг, то есть объективские резалт, да, но, по сути, если чуть-чуть добавить туда элементы управления, обучения и консалтинга, такой, более такой, насаженный ОКР, то получается ОКР трекинг, и я опять повторю, я пришел за словом трекинг скорее, чем за тем, что было внутри, но то, что я внутри увидел, я тоже себе забрал, более того, я сейчас начал эту штуку использовать для своих продуктов, да, хотя я говорю, что обучение начинает попахивать, но тем не менее, запросы идут, и есть идея создать что-то интересное с точки зрения образования, в образе стратегии, и КСД здесь очень хорошо зашел с точки зрения того, что мы начали как минимум, есть гипотеза, да, давайте хотя бы проблемное интервью проверем, людей вообще это дергает, то, как мы это видим, или нет, да, то есть опять-таки начинаем убивать, убивать, убивать гипотезы, потому что мы об этом же, об такой простой вещи, как курс по стратегии, у нас есть куча гипотез с разных сторон, и мы можем их по все пообследовать и поубивать при необходимости. Вот. А вот скажи, пожалуйста, по поводу как раз вот истории проблема клиент, проблема решения ценности, вот насколько ты знал про это до этого, да, и насколько тебе это тоже зашло, потому что вот мы на школе как раз с корр трекинга говорим о том, что ведь мало понимать, какая у клиента есть проблема, важно понять, как ее можно решить, и важно понять, какую ценность он при этом получит, да, то есть вот это вот прям вроде очевидная штука, но понимая ее в теории, очень немногие могут хорошо реализовать на практике. Слушай, ну давай так, я как стратег, я сейчас конечно утрирую и немножко себя порую, но глобально это с моей стороны моя работа выглядела так, мыши станьте ежиками, ну я же стратег, вот, а как реально мышам стать ежиками, вот я понимал плохо, и у вас, да, это вот то, что ты говорила, да, мыши станьте ежиками, давайте там возьмем гипотезу, наберем, с точки зрения ценности, опять-таки, да, это хороший, вот реально тот инструмент, по крайней мере, я другого сейчас не знаю, который поможет закрыть вот разрыв между стратегией и тактикой, в принципе, я по-моему ответил, на твой вопрос. Вот мы на школе, например, очень часто разбираем, а в чем разница, не знаю, между там трекером и agile коучем, вот ты сталкивался, например, с коллегами из agile, из коучинга, да, и agile коучами, ты понимаешь разницу? Нет, не ко мне вопрос, к сожалению, я с agile коучами не сталкивался, но я сертифицированный коуч, но это не agile, коучинг, это классический коучинг, но коуч не специалист вообще, а здесь на самом деле, по крайней мере, с точки зрения разницы с межклассическим коучингом, корпоративным, я имею в виду, в том числе, и тем, что делаете вы, у вас экспертиза огромная, у вас процесс выстроен, а обычный коуч, он ничего не знает, по сути, он даже не знает, как экспертный процесс выстроить, он просто умеет из вас это извлекать, ваше решение. На самом деле, трекинг начинался тоже с этого, но мы поняли то, что без бизнес-экспертизы ты далеко не уедешь, особенно там, ну и со стартапами, и в корпоративной среде тоже. Окей, друзья, скажите, пожалуйста, кто-то хочет задать вопросы Гаю, вот, например, Евгения как раз интересовалась, ну вот, в части, не знаю, Евгению, коллеги связались с вами, уже нет, по уточнению запроса, но вот, может быть, кто-то хочет задать Гаю вопросы там еще, да, то есть, в чем, какую выгоду он получил. Ир, но честно, если бы я слушал презентацию, я бы, наверное, мне бы показалось, что это не для меня. Почему? Там, слушай, вот прям очень четко такой у вас корпоративный, а там на самом деле внутри такие вещи, которые можно предложить не только в корпоративной среде, понимаешь, и это вообще можно к любым элементам своей жизни, работы, тебя там, или стартап, или вообще какая-то идея выстраивания какого-то процесса в жизни, да, это все можно очень... Ну, как ты правильно сказал, мы все-таки стараемся фокусироваться, и в данном случае мы видим большую боль в корпорации. Почему большая боль? Потому что большой бизнес и боль, это много потерянных денег, а потерянные деньги, это недополученная выручка или недополученная прибыль, это что значит, это значит, что если эту боль устранить, то компания получит больше денег или сэкономит, а люди, которые в ней работают, тоже получат бонусы, и когда откроются границы нормальной пандемии куда-нибудь испариться, все счастливы начнут по-прежнему ездить в Турцию, на Мальдивы или покупать там женам новые шубы и о себе машины. Это так вот, совсем будем кустрировать. Да, я объяснял, почему в корпорацию пошли, но я имею в виду, что это не только для корпоратов, это в принципе для любых людей, но для тех, кто хочет зайти в корпоративную среду снаружи, например, в формате какого-то консультанта или коуча, отличный инструмент тоже для входа, понимания, как войти, что предложить, и давайте еще откроем такую вещь, что вы в принципе потом помогаете все-таки, не просто обучили и забыли, но вы помогаете трудоустроиться или найти первые контакты какие-то. Мне в этом необходимости не было, но вы это предлагаете и поддерживаете по возможности, соответственно. Спасибо большое. Друзья, с нами был Гай Карпетян, недавний выпускник школы трекера, которая была вот только в апреле, следующий у нас будет в конце июня. У нас есть вопросы от Артема и от Евгении по поводу там конкретного примера применения трекинга и вообще, что хочется развиваться, но не очень понятно, но я бы, наверное, здесь передала слово Дмитрию Губкину, который готов подробнее рассказать и разобрать конкретные кейсы. Аня, Дима, вам слово. Да, Ира, спасибо. Действительно, хочется передать слово руководителю продуктовой акселерации Фри Диме Губкину, непосредственному эксперту и владельцу методологии трекинга, с кем сможем поговорить о том, как проводить диагностику бизнеса, как реально выглядит трекинг в жизни. К сожалению, я так понимаю, никто из вас не решился выйти на разбор вашего непосредственного кейса и конкретно на примере увидеть, как это происходит в жизни, но я надеюсь, что Дима сможет из своего опыта рассказать и поделиться с вами в целом этой методологией. Дим, тебе слово. Супер, спасибо. Как слышно, как видно, коллеги, напишите, пожалуйста, в чатик. Мы как раз добрались до конкретики, вот уже вопросы пошли, конкретный пример применения трекинга я увидел. Я сейчас по ходу могу, у меня там есть презентация, заготовка, вот я сейчас по ходу могу примеров наприводить, конкретный пример применения. Смотрите, да, вот прежде чем в презентацию тогда, как пример, да, вот с чего все начиналось, с чего как раз таки вот этот формат трекинга возник. Соответственно, там, 14-й год, как раз таки, акселератор фри, мы там ежегодно инвестируем в там чуть меньше, чем сотни стартапов, и как раз таки трекер, тот человек, который в течение там трех месяцев этой программы акселерации, он в течение трех месяцев пристыковывается к команде, и, собственно, команду сопровождает вот в этом в этом забеге к целям, то есть есть там текущее состояние стартапа, когда там команда пришла, да, в нее проинвестировал фонд, соответственно, мы там ставим амбициозные цели вместе с командой по росту, соответственно, нужно из точки А в точку Б прийти. И трекер, это тот самый человек, который помогает в хорошем смысле напичкать команду экспертизой, экспертизой в кастомер-девелопменте, в том, как работать с гипотезами, в том, как оценивать рынки, в том, как тестировать гипотезы без разработки и так далее, и так далее. То есть есть вот этот упакованный, мы называем этот чемоданчик трекера, упакованный набор инструментов, который трекер приносит, да, на встречу с командой, и в определенный в нужный момент времени говорит, так, ребят, вот навык, который вам сейчас нужен, вот такой, там, проблемное интервью или там коридорное тестирование, там, гипотез, да, уже такие более продуктовые навыки. Соответственно, команда этот инструмент берет, внедряет свою ежедневную практику и за счет этого продукт начинает быстрее расти. Дальше в зависимости, вот я здесь к комментарию Гая присоединюсь, в зависимости там от кейса, от задач, могут быть разные процессы, в которые трекинг внедряются. То есть трекинг можно внедрить, собственно, вот, да, в запуск продуктов, там, да, в запуск продуктов с нуля. Я видел кейсы, когда там трекинг внедрялся в инструмент, вообще в HR-инструмент, инструмент найма. В целом, логика та же самая. У тебя есть точка А, текущее состояние, у тебя есть цели в этом процессе, точка Б, да, и есть как раз-таки узкое место в этом процессе, например, количество целевых кандидатов на собеседование. Соответственно, ты там также берешь, цифруешь эту воронку, формируешь гипотезы, как там в конкретном, там, например, как количество кандидатов увеличить, или как поднять конверсию из там проведенного собеседования в вышедшего кандидата. Логика та же самая. В смысле, вот, если есть какой-то процесс, у него есть точка А, точка Б, там возникает в этом процессе какое-то количество там узких мест. Соответственно, трекер тот человек, который помогает диагностировать, да, что сейчас не так в текущем процессе и сформировать набор гипотез, как можно, как можно там, да, этот процесс сделать эффективнее за счет, собственно, вот этой высокой насмотренности в там различных кейсах, да, у нас посторонний голос в эфире, но заглушили. Отлично, вот это, да, такой пример, да, пример объяснения. Собственно, трекинг, как инструмент, он, да, внедряется в различные форматы, вот в нашем случае, да, он внедряется в формат работы продуктовых команд, у коллег, как раз, кто у нас инновационное подразделение, отвечающее за инновации, да, развивает, собственно, этот процесс трекинга, он внедряется, например, в процесс, там, запуска пилотов между стартапом и корпорацией, да, и делает этот процесс эффективнее. Вот это такое, вот, да, другими словами объяснение. Соответственно, безусловно, этот же, да, формат трекинга, он полезен и для предпринимателей, и для консультантов, потому что там задачи точно такие же, да, есть задачи по росту бизнеса, как перед фаундером, которые стоят, так и перед консультантом, который работает с другими предпринимателями, поэтому вот трекер такой, да, универсальный инструмент. Если еще будут вопросы, пишите, я перейду сейчас к демонстрации презентации. У меня не очень большая презентация, я думаю, я минут за 20 расскажу. Она не очень большая, но такая, знаете, очень полезная. Фактически, там, вот, в полтора десятка слайдов там я упаковал вот этот, наверное, опыт и подход к диагностике продуктов, которые можно перенимать для работы, собственно, над своими задачами. Оп. То есть, с чего все началось? Мы в 20-м году поработали больше, чем сотни корпоративных продуктов. Сразу забегая вперед, скажу, это продукты на очень разных стадиях, как на ранних стадиях в формате мы, значит, компания такая-то, хотим запустить новую платформу для дизрапта такого рынка. Давайте проверим, чтобы нам зря не палить 100 миллионов на разработку. Давайте проверим там за 3 месяца, а есть ли потенциал в этом рынке и нужно ли эту платформу запускать. Да, и вот это там один тип задач. Другой тип задач есть вполне себе взрослые продукты, которые там генерируют уже десятки миллиардов выручки для корпорации. Соответственно, там у этого продукта есть продуктовая команда, у которой есть свои цели на год. Соответственно, там команда наших трекеров с нашими экспертами высаживается в формате такого сопровождения в течение 3-6 месяцев и сопровождает продуктовую команду для того, чтобы найти ту самую дельту прироста, что команда смогла за счет работы вместе с нашими трекерами заработать плюс x выручки. Это самая дельта, эффект от работы трекера за счет, собственно, поиска точек роста. Ключевые процессы, их там не так много, в которые мы обычно закапываемся и работаем. Это процессы аналитики, процессы маркетинга, привлечения клиентов, бординг-пользователей в продукте и так далее. Поэтому ключевых процессов не так много и в зависимости от кейса, в зависимости от специфики продукта мы решаем разные задачи. Но опять-таки этот формат экспресс-диагностики позволяет, который я сейчас дальше покажу, он позволяет в таком экспресс-формате диагностировать, проанализировать, где сейчас в продукте есть вот эти называемые узкие места и как генерировать гипотезы для их устранения. А с какими запросами мы работаем, прежде чем уходить в инструментарий. То есть первое это рост доли продуктовой выручки. Собственно здесь этот запрос звучит все чаще от какой-то там долгосрочной реализации стратегии. Собственно там запросы наших клиентов они про вот есть продуктовый портфель, как нам на таком количестве продуктов сделать плюс там икс сотен миллионов или миллиардов рублей. Дальше там возникает те самые диагностические встречи с командами поиск точек роста в продуктах и так далее. Ну и наверное из чего еще интересного это как боль всего рынка это повышение скорости да вот это time to market скорость вывода продукта на рынок time to decision принятие решения по продуктам это прям боль. то есть да там средний срок вывода продукта он больше чем год то есть год плюс по выводу продуктов и соответственно там в чем знаете как кейсы когда там вложили вот те самые десятки миллионов рублей а затем продукт себя не оправдал они по-прежнему такие мы их встречаем регулярно поэтому да за счет сокращения скорости за счет сокращения time to market вот этих ошибок в части неоправданных инвестиций их становится все меньше так ну и да там отдельный запрос это собственно внедрение изменения мышления продакт-менеджеров людей которые как раз занимаются за развитие разработку продуктов в корпорациях у нас здесь отдельный продукт есть оценка продуктовых компетенций в линейке и вот по нашей оценке там где-то практически половина продакт-менеджеров мы там суммарно оценили мне кажется уже по тысячу продактов в российских крупных бизнесах и вот добрая половина продактов с которыми мы которых мы оценивали это продакты уровня джуниор начинающие ребята которые делают первые продукты в своей жизни при этом у них на них огромная ответственность лежит и многие из этих продуктов у них там сотни тысяч активных пользователей и мы там те самые аудитории которые продуктами пользуются так я посмотрю у нас кажется есть какие-то комментарии буду периодически чат открывать чтобы смотреть нет для чего важного на что нужно ответить прямо сейчас окей двигаемся дальше собственно над чем вот еще раз наверное вот это больше про уже запущенные продукты которые есть когда уже там продукт запущен и есть там MVP который нужно проверять да там вот этот поиск продакт-маркетфита связки продукта с рынком собственно над чем трекеры работают это поиск точек роста вот эти ключевые процессы там это аналитика маркетинг продажи но вот это еще раз список неисчерпывающий да функционал может быть и шире это там да на уровне именно работы с командой оптимизации там customer journey map это там ускорение работы команды внедрение новых навыков и так далее вот на уровне трекер команда это ключевые задачи на которые трекер работает помимо этого есть еще блок работы трекера с бизнес-заказчиком потому что там зачастую зачастую как раз таки трекеры выполняют еще одну функцию это в том числе анализ работы с моей по себе команды и обратная связь уже бизнес-заказчику на ее вот эту производительность на ее перформанс поэтому это не все над чем работает трекер это скорее на уровне команды плюс вот есть еще такой важный блок как раз таки донесение вот этой обратной связи на тему потенциала продукта и потенциала команды уже в адрес бизнес-заказчика ну а по-простому это такой продуктовый коучинг-команд для развития продуктов сейчас собственно уже в формат формат такой собственно к диагностике приближаемся собственно да на что эта диагностика ориентирована вот эта экспресс-оценка поиск ограничений это первое второе это формирование вот этих прорывных идей прорывных гипотез для того чтобы продукт рос быстрее то есть трекер это не просто человек который пришел такой так ребята вот у вас полный бардак там с аналитикой или у вас с маркетингом проблема типа вот теперь делайте с этим что хотите нет трекер это человек который как раз помогает сформировать тот самый план роудмэп и самая гипотеза которых в команде не было собственно за счет чего этот трекер делает за счет собственной высокой насмотренности которую он там нарабатывал годами в десятках а зачастую в сотнях других кейсов у нас наши опытные трекеры они работают с нами уже там по 6 лет и они видели там под там под несколько сотен не просто видели они руками своими там прорабатывали несколько сотен разных там кейсов и со стартапами и с корпоративными продуктами окей как сама по себе вот эта диагностика выглядит вот диагностика как слово, если говорить про этот багаж, да, инструментарий трекера, диагностика продукта, навык именно диагностики, он является центральным. То есть там, да, есть много других инструментов, там и экономика, и, значит, там customer development, как методология и так далее, но вот эти все инструменты, они теряют, да, всевозможный смысл, если ты, значит, ставишь неправильный диагноз. Это примерно как, значит, да, если терапевт неправильно диагноз поставил, да, неправильную вот эту болезнь обозначил, то дальше план лечения может быть какой угодно, но если он не бьется с вот этой, с причиной, да, с истиной, он будет просто, ну, нерелевантным. Поэтому вот диагностика, это просто является топ, это топ-1 инструментов, обращая на него особое внимание, поэтому вот мы решили сегодня прямо его, да, как такой отдельный блок показать, собственно, как это работает. Когда трекеры приходят, там, да, вот это есть блок общения с бизнес-заказчиком, там трекер пообщался, запросил обратную связь, и дальше, собственно, встреча трекера с командой. Собственно, первое, да, это знакомство, трекеры обозначают цель встречи, что там у нас сегодня цель, там, например, найти там точки роста в продукте, зафиксировать узкие места, и там поехали, да, пять минут. Дальше, собственно, трекеры погружаются в контекст, в чем соцпродукт, что делает команда, на какой рынок, какая ценность, в общем, текущее состояние продукта, и что команда делает. Третье, это цели команды какие на, там, год, на квартал, и какая динамика этих целей делать, не делает. Дальше, собственно, мы спрашиваем, какая стратегия и план команды, собственно, да, там, если есть цель, текущий план команды, ведет он или нет к этой цели, и какова динамика, да, там, потому что каждая цель ее можно декомпозировать. Если у нас прошло уже, там, полугодие, оно практически прошло, кажется, там, половина, да, вот от целей команды, например, по выручке уже должна быть сделана. Если не сделана, то, там, какой, опять-таки, у команды план? Дальше идет блок, собственно, диагностика, там, метрик продукта, там, метрика каналов привлечения. То есть мы начинаем закапываться уже в процессы маркетинга, в процессы продаж, в, там, процесс, например, найма, если он есть. В общем, разбираемся, да, что сейчас под капотом в команде уже более глубоко, и в ходе как раз-таки вот этого разбора трекеры диагностируют, какие ограничения в продукте сейчас есть, что сейчас мешает достижению цели. При этом, наверное, ключевая здесь одна из задач трекера, это, да, вот в моменте можно много чем заниматься, но мы стараемся сфокусироваться здесь и самим сфокусироваться, и командой сфокусироваться на ключевом ограничении. То есть что самое главное, над чем нужно сейчас работать. Потому что там часто бывает, что, например, ограничения, например, в маркетинге лидов нет, а команда там занимается оптимизацией, там, пути пользователя в продукте, ну и так далее. Вот таких примеров великое множество. Собственно, дальше трекер начинает генерировать тот самый план, да, который поможет устранить ограничения. Гипотезы придумать вместе с командой, собственно. И из этого уже собирается такой план действий, что команда пойдет делать. Ну и как финал направляем резюме бизнес-заказчику с, опять-таки, рекомендациями, что команде там стоит делать в первую очередь, чтобы бизнес-заказчик, чтобы тоже такой ориентир для него был. Вот, вот это такая структура, сейчас чуть подробнее, то же самое, наверное, да, уже разложенное на такой, ну, на фреймворк. Первое, это продукт, как я уже проговорил, да, что делает команда, ценность какая. Дальше второе, цели и стратегия. Причем, да, мы обычно связку такую делаем, какой бизнес-эффект от продукта ожидается, то есть на что этот продукт работает, да, какой эффект от него ждет компания. Это первое. Второе, какие KPI у команды на год. Третье, какие метрики команда трекает. И четвертое, как выглядит у команды бэклон. Вот вы знаете, наверное, в двух-третьих случаях, когда мы вот эту связку начинаем выстраивать, оно вот здесь обычно есть искажение. Потому что эффект один, там, да, метрики, которые трекают команду, они другие. Или KPI у команды другой, там, эффект ожидается денежный, а KPI у команды, например, там, на год, это количество активных пользователей. И связи с деньгами вообще никакой нет. Поэтому вот здесь такая, знаете, самопроверка. Третье, смотрим данные аналитику, как я уже проговорил, процессы маркетинга и продаж, и диагностируем компетенции команды. Сейчас, наверное, чуть-чуть поподробнее, наверное, про все пункты останавливаться не буду, просто когда мы смотрим на продукт, на что обращаем внимание. Вот продукт и ценность, конкурентное преимущество, на рынок, безусловно, оценка рынка. Потому что один из, как раз-таки, один из вопросов, это вообще там, да, тот потенциал, на который рассчитывает команда в части монетизации продукта, он вообще возможен. А есть ли там тот рынок, который позволяет эту выручку генерировать? А рынок растущий, а какова динамика на этом рынке? А каково конкурентное, да, вот это уникальное конкурентное преимущество продукта перед другими аналогичными решениями на рынке? А есть ли там вот это, ну, достаточно ли сила, значит, хватает ли вот этого силы оффера для того, чтобы этот рынок завоевывать? Вот такие базовые вопросы, которые как раз-таки, которые, про которые команда зачастую не думает. Вот мы там как раз-таки в ряде продуктов, а задача с вопросом как раз-таки рынок, стало понятно, что там, ну, вообще там потенциала нет, и ближайший конкурент, который там лидер рынка, которого там 20%, он там не зарабатывает и 100 миллионов. Поэтому здесь вот, ну, потенциала, в общем, для запуска инвестиций в это направление для компании нет. Поэтому вот взяли блок продукт, соответственно, там, исходя из этого, вот мы такие расставляем красные флажки, так называемые делбрекеры. Есть какой-то там жесткий делбрекер, ставим ноль, есть некритичное замечание, единичку, и все отлично, там, связка продукта с рынком, она там такая крепкая, там, двигаемся дальше. Второе. Цели и стратегии, как я уже проговорил, в чем измеряется эффективность продукта, какой вот тот самый потенциал, который мы от продукта ждем, KPI продукта на год, как выглядит там план команды, декомпозиция, навык, насколько там команда умеет годовую цель прокинуть на квартальную, разложить ее там по месяцам, по неделям и разложить это там, если, например, это продукт, который уже там генерирует выручку, разложить это по воронкам, по каналам и управлять этим уже, то есть поставить там план, делать регулярно сверху план-факт, вот этот навык декомпозиции команды. Собственно, там, да, как выглядит, как выглядит бэклог команды, насколько там есть те самые сильные гипотезы, например, для того, чтобы этот рынок захватывать, и есть ли вообще там в этом бэклоге план, чтобы сделать годовые цели и приоритизирован ли он с точки зрения, опять-таки, самых сильных гипотез в самом начале и менее там, да, менее сильных там после них. Собственно, блок целей и стратегия второй. Данная аналитика, вот здесь, наверное, знаете, как в зависимости от стадии продукта просто разная работа, там, где пока процесса продаж, процесса маркетинга нет, мы можем только лишь здесь скорее поразмышлять, да, на уровне гипотеза, как этот продукт продавать. Там, где эти процессы уже есть, мы начинаем, собственно, спрашивать с команды, перенесите воронки, как они выглядят, там, цифры, метрики и уже, собственно, там, те же этапы. Этап продаж смотреть, собирать из них кастомер-журный мейк, если он вдруг не собран. В общем, уже такая более детальная работа. Да, процессы маркетинга и продаж. Я уже про них проговорил. Ну, собственно, и команда. Команда это вообще, что называется, знаете, наше все. Здесь, на что мы смотрим, наверное, две ключевые вещи. Это мотивация и компетенция, собственно, мотивация, как она выглядит в рамках, там, да, конкретно этого продукта. Имеется в виду, там, это текущий продукт. Это единственное, чем занимается команда. Либо у нее еще есть, там, пара-тройка продуктов рядышком, и там, да, их внимание распыляется. Такое часто бывает в корпоративной среде. Поэтому сколько времени вообще команда физически выделяет этому продукту, и как их, собственно, финансовая мотивация зависит от успеха или неуспеха, там, этого продукта. Вот это, наверное, ключевое, на что мы смотрим здесь. И резюме, собственно, резюме диагностической встречи. Примерно, вот, там, с одной из команд мы встречались. Это было, там, в начале года, и вот, там, примерно такое выяснилось, что там у команды кипяя нет на год. То есть год уже начался, но там никаких цифр у команды не зафиксировано. Там, и, собственно, набор рекомендаций такой. Поэтому вот еще раз, вот здесь уже такая прямо продуктовая, продуктовая работа, специфика, собственно, без, наверное, релевантного опыта. С нуля эту работу будет делать непросто. Поэтому, если есть, вот, ну, здесь, наверное, рекомендация, если есть интерес, собственно, заходите в тему трекинга. Да, у меня уже, наверное, финальный слайд. Я там потихоньку к вопросам-ответам буду переходить. Вот это, наверное, если есть, собственно, продукты, про которые хочется поговорить, можете просто написать в почту и записать продукты на диагностику. У нас формат диагностических встреч с командами заказчика. Мы про это просто отдельно поговорим, собственно. Ну и, да, с кем, да, у кого продуктов по каким-то причинам либо нет, либо пока про них разговаривать преждевременно, приходить на школу трекеров, увидимся там. И вот, наверное, да, вот этот тезис про, тезис про, давайте, выключу совместное использование. Да, тезис закончу про то, что, если хочется в целом, там, вот это ремесло трекинга либо освоить для личных целей, либо начать там применять где-то в текущей профессиональной деятельности, наверное, вот первое, да, это, что рекомендую, это определиться, собственно, да, к какому процессу трекинг будет как инструмент прикладываться, то есть, вот, да, вот, чтобы что это называется. То ли это для запуска новых продуктов, и тут стоят специфика. То ли это текущий продуктовый портфель ускорять, и здесь несколько другая специфика. То ли это просто там, да, например, не знаю, там, пилоты между стартапами и корпорацией запускать. Это третья специфика. То есть, вот, трекинг, еще раз, инструмент универсальный, но в зависимости от того, к чему вы будете его прикладывать, нужен будет просто разная насмотренность, да, потому что нельзя быть специалистом во всем, и, собственно, специфика работы, например, трекера на вот этом приседе, да, на проектах на ранней стадии, она своя. Там много кастомер-девелопмента, там много вот этой неопределенности, и там, да, одна работа. И проекты на стадиях масштабирования, когда уже там каналы, метрики, аналитика, там специфика вообще другая. Поэтому здесь, наверное, задача номер один, это определиться, вот, да, про что хочется работать, куда хочется применять этот инструментарий, и дальше уже качать вот эту мышцу, вот эту компетенцию более глубоко. Коллеги, есть ли какие-то вопросы в целом, там, и про текущую презентацию, и про школу можете задать в чат, у нас еще какое-то количество минут есть в запасе. Да, вот там выше комментарии, что трекер может диагностировать проблему и понять. И знаете, как интересно, вот это уже метафорически, мы на прошлой школе трекеров так немножко разрубили за эту тему, что, вот, знаете, в каждой команде, да, в компании важно, чтобы был такой человек, можно его назвать бабой-егой, такой человек, который задает неудобные вопросы. Вот трекер, одна из, вот, одна из ролей трекера – это быть таким человеком, потому что, когда у тебя там, да, есть команда, там, сотрудники, какие-то там, коучи рядом с командой и так далее, вот это не те люди, которые могут прийти. И трекер как раз-таки тот человек, который может непредвзятым взглядом со стороны прийти и сказать, где у команды, что идет не так. У нас в одном из проектов сейчас, там выяснилось, в одном из корпоративных проектов, там выяснилось, что внутри компании есть такой довольно серьезный конфликт интересов между продуктовыми командами и вот этим, знаете, отделами, отделами функций. Вы знаете, там есть продуктовая команда, которая, там, занимается развитием продукта и есть вот эти обеспечивающие функции вокруг этой команды. Например, там, функция маркетинга, функция, там, безопасности и так далее. И вот команды, да, значит, продакт-оунеры, они рубятся, там, с вот этими представителями функциями на тему, значит, ответственности, на тему, там, гипотез, кто-то берет и так далее. Поэтому вот здесь вот трекинг как раз такой инструмент, который это подсвечивает. Потому что зачастую годами, ну, знаете, там ничего не меняется, типа так принято. Когда человек приходит со стороны, особенно, который поработал с рядом других компаний, он приходит и говорит, ребят, вот, ну, у вас, я понимаю, что у вас так принято, но в целом можно жить вообще иначе, да, и показывать, и рассказывать, а как можно иначе так делать, ну, в смысле, да, как можно продукты развивать иначе, что могут быть дополнительные сервисы внутри компании, что могут быть какие-то шорт-треки для продактоунеров внутри корпорации для того, чтобы тестировать гипотезы, что могут быть, там, какие-нибудь, я не знаю, там, библиотеки целые для продуктовых команд для того, чтобы их работа была эффективнее. Они, там, гипотезы тестировали не раз, там, не гипотезу, там, за месяц, за полтора, а там в неделю, там, по нескольку штук. Вот это про это. Трекер, вот, еще раз, такой человек, знаете, возмутитель спокойствия, если хотите, в общем, который умеет вот это, да, проблематизировать ситуацию. Какими скиллами за три дня реально владеть, чтобы не теория. Очень хороший вопрос, и там даже Гай на него уже начал отвечать. Знаете как, я на него свою, наверное, редакцию попробую дать. Понятно, что за три дня, вот, всем скулпом, инструментом в совершенстве вы не владеете, но, чего точно получите, получите фреймворк инструментов раз. Вот этот тот самый чемоданчик инструментов такой, собственно, вы его освоите. Дальше, понятно, что каждый из этих инструментов можно углублять, например, там, чтобы один из инструментов это юнит-экономика. Конечно же, у вас там, да, будет отдельная лекция, там, воркшоп о юнит-экономике, но дальше, если вы понимаете, что вам для работы нужно, там, профессионально владеть этим инструментом, не на среднем уровне, а профессионально, вы уже начинаете, там, углубляться эти инструменты, качать уже целенаправленно. Это, наверное, вот поэтому отвечаю на ваш вопрос. Первое, у вас будет, да, вы владеете вот этим базовой, базовой комплектацией инструментов трекера, это первое, что, да, будет по итогам школы. Второе, вы поймете разницу между форматами программ, а где инструментарий трекера может применяться. В продуктовых программах, в программах пилотирования стартапов, там, в других, там, в программах, значит, развития предпринимательства и так далее. То есть, будет срез именно возможных форматов программ, где трекинг применяется, и вы сможете более осознанно принять решение, а в какой из, да, в какой из направлений вам развиваться. Это второе, наверное, чего возможно. Третье, у вас вопрос про стилы, но я, наверное, в целом про школу, там, про пользу уже рассказываю. Третье, это, наверное, там, нетворкинг с коллегами, нетворкинг с средой и обмен просто, вот, ну, да, такими практиками, мнениями. Чего еще по инструментам? По инструментам, наверное, вот есть, знаете, как, там ключевых инструментов трекера не так много, их там не больше десятка. Поэтому, вот, наверное, по большей части из них мы пройдемся, дальше просто уже, если говорить про, там, какие-то прикладные форматы, типа той же продуктовой акселерации, там возникает очень много уже из продукт-менеджмента, поэтому невозможно там за три дня все это дать, вот, базовую комплектацию вы поймете. Трекшн-карты применяете в работе с корпоратами? Слушайте, знаете, как в целом, наверное, применяем, я бы не сказал, что очень, что это такой прямо инструмент, который, так, что такое трекшн-карта? Трекшн-карта это такая, вот есть customer development, да, всем известный, как процесс, там есть четыре стадии, да, там, customer discovery, customer validation и так далее, и так далее. Трекшн-карта, это, знаете, такая, значит, русифицированная редакция процесса customer development, если совсем по-простому, чтобы было понятно. Поэтому, поскольку, поскольку там, да, внутри, трекшн-карта подразумевает вот это движение по стадиям, ты просто работая с, там, либо стартапами, либо продуктами, вот такой обычный, наш типичный срок работы, там, 3-6 месяцев, ты просто физически не успеваешь по этой карте, трекшн-карте, там, пробежать сильно далеко, и ты максимум двигаешь, там, знаете, из одной ячейки в другую ячейку, ну, там, там, делаешь один или два шажка по этой трекшн-карте, поэтому этот инструмент, он хорош, с хорошей точки зрения, наверное, диагностики, типа, да, вот, мы находимся вот здесь, ближайший шаг, который нам надо сделать, вот здесь, и дальше, следующее, там, пару-треку месяцев, ты делаешь один шаг, ну, типа, там, подтвердил ценность, или, там, привлек пользователей, там, из каких-то каналов, ну, и так далее, поэтому про трекшн-карту на школе в том числе рассказываем, вот, но, опять-таки, там, есть, знаете, такая, есть дополнительная к этой трекшн-карте такая уже обогащенная, вот сейчас мы собираем, обогащенная версия, в общем, трекшн-карты по стадиям развития продукта и по инструментам, вот. Есть ли еще какие-то вопросы, или я передаю микрофон Ане Русаковой. Ну что ж, пока дополнительных вопросов, кажется, я не вижу. Дима, спасибо, как всегда, за очень теплодные знания, мысли. Коллеги, если с вашей стороны вопросов к нам больше нет, то я, наверное, просто напомню, что действительно этот метап мы проводим в поддержку школы корпоративного трекинга, и следующий поток у нас начнется уже 29 июня. Ссылка на школу и возможность получить дополнительную скидку как участникам сегодняшнего мероприятия мы вам уже отправили, и коллеги продублируют, я думаю, еще. Но хочется напомнить, что в рамках этих четырех дней, в рамках школы корпоративного трекинга у вас будет возможность разобраться поглубже и в том, как корпорации работают с инновациями, с какими сложностями сталкиваются, почему это необходимо делать, как трекинг в этом помогает. Разбираемся, какие конкретно программы сейчас проходят в корпорациях, как отличаются роли трекера от той или иной программы. Безусловно, разбираем тот самый чемоданчик трекинга или трекера и уделяем большое внимание тому, как трекер работает непосредственно с командами, какие применяют инструменты, какие есть лайфхаки, ну и, конечно, с какими сложностями сталкиваются и как их можно избегать. Если вопросов больше нет, то на этом мы завершим наш митап сегодня. И, надеюсь, увидимся со многими из вас.